Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что же нам добавили по заданиям, на каких лошадок и предметы распространяются скидки, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! К нам вернулась ярмарка. Это теперь самое ожидаемое мероприятие, особенно для тех, кто любит покупать лошадок по скидке. Итак, давайте же посмотрим, что нас в этом, в этот раз ждет на ярмарке. Здесь у нас продаются не только лошади, но и одежда, и снаряжение, а еще и питомцы. Давайте начнем прямо с самого начала. Вход. Кстати, ярмарка находится у нас на площадке мероприятий конюшни Юрвика. И здесь она будет находиться аж, наверное, целый месяц. Кстати, а, до 2 июня. До 2 июня вся ярмарка будет здесь, но будут некоторые изменения. Давайте посмотрим, что у нас с питомцами. Собачки Юрики стоят теперь по 240 СК и говорят, что цена снижена навсегда. Так что к предыдущей цене разработчики применили 40% скидку и официально на сайте написали, что цена снижена навсегда. Я считаю, что за 240 СК питомца еще можно купить, но 350, по-моему, или 340 они стоили. Нет, 350 это уже перебор, это целая пони. Так что теперь собачки сейчас у нас продаются на ярмарке, ну а в будущем вернутся на свои законные места в магазины и будут стоить все так же 240 старкоинцев. Давайте перейдем дальше. Дальше у нас стоят лошади. В данный момент у нас продаются всего лишь со скидкой две породы. Это Аполлуза и Першироны, но они тут будут не до конца месяца. Каждую неделю на ярмарке будет появляться новая пара пород со скидкой. На этой неделе нам доступны как раз Аполлуза и Перширон. Говорят, будут еще Клэйды, по-моему, и Шайры, и не помню. А, и по-моему, какие-то Пейнты и Квотра. Но я могу ошибаться, так как спойлеры были довольно давно, и я их больше не проверяла. Итак, Першироны у нас стоят 510 старкоинцев, а Аполлуза тоже. Нет, Аполлуза стоит 540 старкоинцев. Так что если вы давно мечтали о приобретении данной породы, и вам не хватало 400 или 300 старкоинцев, то советую как раз приехать в Мурланд и приобрести себе нового друга. Ну а дальше нас ждет ларек с одеждой. Тоже очень интересное событие. Так как нам разработчики написали, что они насовсем снизили цены на уникальные предметы, среди которых одежда, аксессуары и снаряжение для лошадей. Как вы можете видеть, у нас сейчас скидка на данное снаряжение, амуницию и как раз одежду. Я не помню, сколько они стоили до этого. Наверное, те, что по 60 стоили 90, а те, что стоили... А, кстати, да, по-моему, да, снизили цены. Я, правда, не помню точные суммы, но явно седла вестернские новые с хорошим качеством стоили раньше 9000 шиллингов и, наверное, 90 СК. Как жаль, что раньше я не знала о том, что будет такая скидка. Также здесь еще присутствуют вот такие вот комплекты вестернского типа. Очень симпатичные, более старенькие, но не менее прекрасные. Аксессуары, ну и самые старые комплекты вместе с нагавками. Так что, если вам что-то из этого нравилось... Вообще удивительно, что у меня нет вот этих нагавок. Я их давно хотела, так что, кстати, давайте их купим за 1500 шиллингов. Почему бы и нет? Ну, кстати, да, тут есть что закупиться даже из старенького, а уж тем более из новенького. Поэтому пока что можно с легкостью все это приобрести здесь на ярмарке, но в будущем в глобале и в отдельных магазинах. Так, это у нас все тот же магазин или это... Да, это вот один единый магазин на два киоска. Также здесь у нас присутствует шкаф, если вам вдруг не хватило места в рюкзаке, чтобы скупить весь магазин и переложить его к себе в шкаф. Также тут продаются у нас вкусняшки для лошадей. Без скидок за прежние стоимости. Непонятно, правда, зачем, ведь данный лорек присутствует в любой деревне и тем более в Морланде. Ну и если вдруг вы захотите научиться вести свою... А, нет, да, вести свою лошадь или повысить уровень вашей лошадки, то лошадиный тренер стоит здесь аж тоже до 2 июня. Напоминаю, что стоимость повышения уровня снизили, и теперь за всю лошадь вам придется отдать меньше 2000 ска, сколько точно, не помню. А по поводу возможности функции введения лошади за повод, советую ее не покупать в принципе, так как на следующей неделе нам уже добавят новый интерфейс и, насколько я помню, новые возможности повышения уровня лошади. И как раз на 7 или 11 уровне у каждой лошади будет открываться бесплатно, вроде бы, я не гарантирую, функция введения за повод. А также куча-куча всего. Это то, что нас ждет на следующей неделе. Ну а теперь посмотрим, что же нам добавили самого основного. Недалеко от ранчо Старщайна нам добавили продолжение основного сюжета с духовными наездниками. И я, если честно, его ждала, так как там очень все интересно, очень все запутано. Сейчас в обновлении я вам этого показывать не буду, но если вам очень интересно и вы не боитесь спойлеров, то пишите обязательно комментарии под этим видео, чтобы я сняла отдельное прохождение этого супер увлекательного сюжета. Оно очень мистическое, мне уже скрин один скинули, сказали, что там очень все интересно и круто. Ну, я пройду это все в отдельном видосике. Так что, да, Старщайн стоит здесь, почему-то без Лизы, и будет начинать данную сюжетную цепочку. Я передаю привет всем тем, кто смог попасть в это видео. Надеюсь, вы хорошо проводите время в ССО, и я была рада видеть вас у себя на экране. А это все новости на сегодня, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. А я, если честно, очень боюсь обновления интерфейса на следующей неделе. Жалко прощаться с этим старым, но давно полюбившимся голубым интерфейсом.